У вас все нормально, вы, ну и так, и так нормально, просто по найму у вас не проработана вот эта внутренняя возможность уважать старших, не проработана, она мешает вам жить, вам тяжело, когда кто-то вами командует, когда вы работали на себя, вам было свободнее, легче жить. С этой точки зрения, как бы, лучше так жить, вам. Если говорить по найму, то это более перспективный способ жизни, но надо при этом начать уважать старших, понять, что Бог над вами ставит людей не зря, уважать Бога. Ну, люди могут ошибаться, вести себя неправильно, но если Бог и поставил туда, надо их за это уважать. Если человек так настроен, то его начинают развивать, продвигать вверх. Вы пока бунтуете, вы не уважаете. Вам надо развиваться как личность. Вы сейчас не думаете, что вы можете еще куда-то как-то устроиться, и что-то в вашей жизни поменяется. Вы достигли своего предела, вам теперь нужно меняться как личность, качество свои внутренние развивать. И тогда будет развитие уже в деятельности у вас, следующий этап. Вам надо вот этого этапа дойти с помощью внутренней жизни. Молитва, изучение, как правильно вести себя с людьми, не как нравится, хочется, а как надо. Победить свои чувства, понимаете? Чувства или мысли человека, они очень буйные, они хотят своего, понимаете? Есть два типа людей. Одни чувства позволяют чувствам, что хотят, то и делают, а другие контролируют. Чтобы чувства контролировать, для этого надо очень сильно иметь какую-то отдушину, то есть природа, добрые люди, Бог. То есть нужно жить внутренней жизнью. Отдушина означает внутренняя жизнь. Очень сильно нужно быть наполненным этой внутренней жизнью, чтобы чувства не позволять критиковать, злиться, обижаться, понимаете? Чтобы они терпели судьбу, принимали. Ну то есть два типа людей. Одни люди, они позволяют мыслям делать, что хотят. Эти люди катятся в пропасть, понимаете? Хотя жизнь такая вот, когда ты чувством позволяешь делать что угодно, она кажется полегче. Но это движение с горки, понимаете? А вот подняться в горку, то есть начать уважать старших, начать выполнять свой долг правильно, терпеть несправедливость. Это трудно. И это именно вам надо сейчас развивать себе. А вот второй путь вот такой вот, он разрушает человека. Хотя и приятно послушать. Что хочу, то и делаю. Обгоняю безумие ветров хмельных. Эскадрон моих мыслей шальных. Результат, пропасть. Хотя весело так проскакать чуть-чуть. Это вам предупреждение, песенка. Будьте осторожны. Вы немножко начали превышать свои возможности, полномочия. Не делайте туда дальше никаких шагов. Все будет разрушено. Классно же это так. Пусть летят. Вопрос, куда летят. Можно же не туда улететь. Вот в чем проблема. Вопрос, куда летят. 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 Вопрос, куда летят.